Говорят, что идеальное жилищно-коммунальное хозяйство буквально невидимо для обывателей. Между тем, в России тема ЖКХ постоянно всплывает. В СМИ обсуждается властями и народом. Ямальцы, естественно, в стороне не остаются. Дети на крыше – коммунальная проблема? Ещё какая, ведь они как-то туда попали. Скорее всего, через чердак. Значит, недосмотрела управляющая компания. Вот так ноябрьские подростки прогулялись по опасной крыше многоэтажки. В комментариях к видео народ негодует и призывает к ответу тех, кто должен ограничивать посторонним путь на кровлю. В прошлом году после похожих кадров с детьми по округу прошла волна проверок доступности чердаков, а заодно и подвалов. А в этот раз в комментариях к записи объявился один из подростков-верхолазов. Он опубликовал фотографию, сделанную с той самой опасной крыши. В Новом Рингое из окон выкидывают не только мелкий мусор. Так на Надымской выбросили телевизор. А тем временем газовая столица примкнула к акции «Зелёная весна». А это значит, в городе начались субботники. Первыми на борьбу за чистоту вышли работники администрации и избиркома. За час в тундре они собрали десятки мешков с мусором. Градоначальник Иван Костогрис призвал горожан и предприятия присоединиться. В ближайшую субботу, 1 июня, получить инвентарь для уборки территории вокруг дома можно будет в рейсах управляющей компании «Урингой Жилсервис». Выходные с видом на мусор выдались в Таркасале. Ямалец опубликовал эти снимки в соцсети 26 мая. Кстати, видно, народ тут живёт аккуратно, ведь сама контейнерная площадка выглядит довольно чисто, а отходы на ней исключительно в пакетах. Редакция «Нур-24» обратилась на горячую линию по вывозу ТБО и оставила заявку. Как нам сообщили, баки опустошат в первый же рабочий день. Я напоминаю, с прошлого года на Ямале работает единый региональный оператор по обращению с ТКО. Обратиться к нему, чтобы пожаловаться на невывезенный мусор, можно по номеру, который у вас на экране. Капитальные ремонты домов на Ямале должны завершиться к 1 октября по региональной программе в списке 237 жилых зданий. Потратят на все работы больше миллиарда рублей. Главная задача при отборе подрядчиков, говорят власти округа, не допустить к объектам недобросовестные фирмы. Кстати, по итогам прошлого года фонд капремонта многоквартирных домов ЯНАУ вошёл в топ-10 лучших в стране. Выросла в округе и собираемость взносов. В большинстве муниципалитетов она достигла 100%. Наталья Рейховских, телерадио компания «Сигма» для НУР-24.